И всем привет, дорогие друзья! С вами канал Black Horror, и мы продолжаем играть в Dark Souls 3. Не удивляйтесь, почему я голый, просто я хотел показать здесь многие вещи, которые мы смогли заполучить на прошлых сериях. И во время фарма небольшого между этой и прошлой серией, я смог с рыцаря Лодрика выбить полностью весь сет, так что его можно полностью надеть. Но давайте посмотрим немного иные вещи, как, например, вот, капюшон-раба. То, что нам выпадало как-то в прошлый раз, и больше, в принципе, ничего новенького нет. Вот, как он выглядит. С ним очень прикольно ходить, мне кажется, будет. Что нас он дает вообще? Такие капюшоны надевали на головы несчастных рабов, чей труд использовался повсюду в Лодрике. Периодически их также надевали на преступников, чтобы пристыдить их. И унизить. Ну, понятно, то, что нам кольцо давал, тот является преступником. Давайте наденем полностью сет Лодрика. Рыцаря Лодрика. Вот. Такой вот сет. Он очень крутой, но на него нужно много физической мощи, потому что, как видите, сейчас-то он еще перекатывается у меня нормально, но если я возьму оружие, то все очень плохо будет. У меня уже нагрузка на 68,1. На 70 переходит. Вот, беру обычную секиру. Все. Уже все очень плохо. Как я, не знаю. Кстати, я прокачал еще секиру на плюс 2. Вот эту. Мне она лично показалась очень хорошей. Давайте прочитаем, про что она. Так. Боевой топор. Обычный топор, которому можно найти много применения. Вес топора позволяет наносить существенный урон, но владелец открывается после атаки. Принимайте решение обдуманно. Навык боевой клич. Боевой клич наделяет персонажа мужеством, временно усиливает атаку. Затем также у нас еще есть новое оружие. Это альбарда. Ой, то есть альбарда, блин, копье рыцаря. Тоже лотрика. Но которое тоже прям потрясающее. Вот, посмотрите, как он. Атака мне очень нравится. Опа. Он выглядит просто потрясающе. Мне очень нравится его форма. Так. Длинное копье из тех, каким пользовались знаменитые рыцари лотрика. Особенно хорошо для куличих ударов с большого расстояния. Рыцари лотрика всего всегда крепко стояли на ногах у владельца. Эта вружа улучшается баланс. Так. Навык атака в рывке. Давайте еще посмотрим. Также из интересного у меня есть еще меч лотрика. Высококачественный меч, превосходно выполняющий куличие атаки. Такими владели прославленные рыцари лотрика. Говорят, что в связи с драконами рыцари лотрика были готовы покорить все и вся, что прибывалось к волнам к их берегам. Хотя это все, конечно, сказание далекого прошлого. На него, конечно, у меня сейчас плохие пока что характеристики, но оно тоже очень прикольно. И мне очень нравится тоже его. Ок. Дальше у меня появились еще также лотрика. У меня полный сайт тут лотрика. Можно сказать, рыцаря лотрика. Это... Сейчас покажу. Вот. Щит рыцаря лотрика. Он просто тоже потрясающий. Мне он очень нравится. Так, давайте прочитаем про него что-нибудь. Щит, какими пользовались знаменитых рыцарь лотрика. Украшен гербом королевской семьи. У рыцаря лотрика много общего с драконами. Этот щит, убийца драконов, наделен высокой устойчивостью к молнии. Дальше, затем, из тоже чего-то интересного, у меня появился факел. Факел в игре вообще в серии Формсофт всегда добавлял атмосферы очень много, особенно в каких-то местах. Есть очень много мест в Дарк Соулс 2. Ну, точнее, одно было такое место, в котором без факела прям, ну, ни черта было не видно. Это было просто потрясающе вот с факелом идти. Поднимаешь его и довольный идешь. Ну, да ладно. Я лично предлагаю ходить со следующим снаряжением, поскольку я лично выбрал... Так, факел мы пока убираем. Ходить секиры. Даже прокачал до плюс два. Но у меня идет нагрузка, мы снимем шлем. Но будем при этом находиться в этом сете. Ну, нормально делают кувырки, все, спокойно. Нагрузку нужно будет прокачать. Также у меня появились кольца. Как вы помните, где мы встретили тогда женщину, которую освободили из темницы, и ее же защитника. А, там, по идее, рядом должен был валяться труп. В общем, скажу иначе. У нас был один момент, где мы с дерева труп, ну, как бы, снесли его. Но он упал вниз. То есть нужно было бы обойти и как-то прийти к тому месту, где он валялся, и подобрать. Так вот, там валялось кольцо. Но мы про него забыли, и вообще, наверное, мы к костру подходили, пока до него доходили, и, соответственно, он пропал. Поэтому я сходил его оттуда и, соответственно, снял. Оттуда выпало вот такое вот колечко. Кольцо власти над огнем. Усиливает атаку огнем, но ослабляет защиту. Кольцо в форме руки, схватывающий красный камень. Усиливает атаку огнем, но ослабляет защиту. Постарая лондорская легенда гласит, что зов колец власти всегда достигал ушей трусов, которые иначе бы просто сдались под тяжестью отчаяния. Также я рядом ношу следующее кольцо с огненным камнем. Повышает защиту от огня. Каменные таблички предназначены для истинных рыцарей, а красные каменные таблички даются тем, кто храбро борется с хаосом. Усиливает защиту от огня. То есть эти кольца мы, когда гуляли, пропустили их с видом, иными словами. Это очень хорошо. По идее, из имеющих колец я уже могу стать пиромантом. Это было бы вообще потрясающе. Еще сейчас я решил себе некоторые заклинания выучить. А точнее вот это. У меня есть одна ячейка под него. Для него нужно всего лишь 8 интеллекта. Ну, просто как бы лечит нас. Давайте добавим его в быстрое перемещение. Уберем здесь пока что вот это. Кусочко возвращения. Тоже уберем. Тату бомбу. Уголь. Золотую смолу. Зеленый цветок оставим. Сейчас я найду... Стоп, а я забыл. Как эту магию добавлять? Ее же вроде... Да уж, я... Так, я запутался. Я же ее выучил, да? Использовать не могу. Все, вспомнил, да. Мне же для этого нужен, блин, этот... Холкольчик клирика, другими словами. Вот она. Помощь в лечении. Ну, ладно, у нас его нету. Так что... Мы можем его использовать. Нам позволяет это. Но потом... Как-нибудь. Другими словами. Так, сейчас мы... Давайте отправимся... Вот. Подножье... Да, подножье утеса. Сейчас мы пойдем на босса. Потому что это единственный самый близкий костер, от которого можно дойти до босса. Иными словами. Думаю, тот сет, который мы имеем, он пока что самый нормальный. Он очень хороший в защите. И, соответственно, секиры мне очень нравятся. Без шлема. Ну... Конечно, да. Без шлема сет не так выглядит круто. И вообще, мне больше всего нравится наш сет. Он очень красивый. Но это пока что помощнее будет. На боссу сходим с ним. Я вот не знаю, использовать ли мне уголь перед боссом. Я... Между левелами маленько подфармил и чуть-чуть прокачал жизненную силу. И выносливость. Вот. Даже и не знаю. Ладно, где-то здесь нужно спрыгнуть. Безопасно. Желательно безопасно. Ну вот, безопасно спрыгнули. Так, ну в общем, давайте пойдем. Блин, нужно подумать вот... Что по поводу... Давайте используем уголь. В принципе, уголь не такая уж и редкая вещь. Я когда фармил, мне даже с рыцарей она падала. Так, давай ее используем. Я на то нажал. Инвентарь. Прямо сейчас. У нас от этого увеличивается ОЗ. Я, конечно, знаю, когда босса убью, у меня, по идее, тоже уголь будет восстановлен. Ну, ладно. Зато посмотрите, какая полоска мне. Драться теперь вообще прям... Впереди проклятое великодерево. Так, ну это все оставлено... Не другими людьми, потому что мультиплеера здесь нет. Как минимум, у меня голды нет. Да, я уверен, что это место, ну, явно является боссом. Да уж. Жесть, просто жесть. Ладно. Я готов. Думаю, он у меня убран. Так, фляга с эстусом пока не нужна. Пусть будет огненная бомба. Будем, если что, ей закидывать. Если это все-таки босс... Ну, это явно босс. Ну, посмотрите. Такой пространство. Впереди великодерево. Мне прям... Люди тут наговорили, что тебя ждет беда. Слушайте, а вот этих убивать, что ли, нужно? Пока же что-то на босса не смахивает. Ну, мы сейчас всех этих нечестивых, которые молятся ему, убьем. А вот и все. Проклято великодерево. Ну, ебарасы ты, это вообще не круто. На заднице паузу. Че-то дерево как-то ему... Ладно, он сам их всех убил. Давайте, короче, будем лучше. Блин. Оттолкнул, зараза. А че это ему вообще пофиг? Как его убивать? По яйцам, что ли? По яйцам, по яйцам. Давай. Я передумал, я эстус буду использовать. Блин, я не отпрыгнул. Так, давайте ярость врубаем. Смотрите-ка, тут еще яд какой-то. Ладно. Блин, мне еще другие тут мудаки мешают. Отлично. Я ему, короче, снес яйца. А куда теперь дубасить? Так, я вижу на ноге, вижу на ноге. Какого? Ай, блин. Что за... Вот это я не ожидал. Так, знаете, че нужно мне было сделать? Это сейчас очень поздно. Это решать. Но мне нужно было уголь использовать для моего оружия. Давайте, пока не поздно. Где, где, где? Блин, ладно. Че-то не могу его использовать. К черту, короче. Ну, какого? Воу. Так, ладно. Давайте как-нибудь еще раз. Врубаем ярость. Че, он падает, что ли? Какой-то неуклюжий босс, если честно. Балится с ног че-то. Так, я ему опять яйца снес. Ну, ладно. А по ногам, по ногам, по ногам ему нельзя бить. Оно такое медленное, ну, блин. Я не знаю, что от него ожидать. Неужели нужно теперь по руке просто дубать? По руке, точнее. Я вот так вот не могу бить? Нет. Ладно, куда могу бить? Да, господи, бля. Так, мне это уже не нравится. Я не понимаю, куда его бить. Я не понимаю. Вот я вижу что-то похожее вот здесь на руке. Вот, да, 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 да. Ну, че-то я нифига ему не сношу с этого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, бью последний уже напиток Эстус. Ух ты, как надо-то, блин Вон оно что Огонь ему в почку, блин Слушай Вы видали, сколько ему снёс-то сразу, а? Чё-то он мутит Так, вот этого я чё-то не ожидаю Чё он делает? Охили Ладно, он ещё будет вставать Где у него ещё слабо-висто? Так, он решил встать Уходим, уходим, уходим Вообще, не валяшка какой-то Господи Найти бы мне эти места, я вот задницу только его и вижу всю игру Отлично 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 Когда этих яйц его ломаешь На подбородке То всё, хорошо ему становится Иными словами Так Отпрыгивай Вон Нужно, чтобы он как-то свалился вниз У него больше нигде не осталось Не, в самом наверху есть Но я до туда не достану, наверное Он же умеет тут у нас подниматься И резко падать Это бы мне очень помогло Так Ой, господи Он меня достал Ё-моё Да господи Бляк Иди ты к чёрту Не-не-не-не-не-не-не-не Это не очень вовремя Ты понимаешь Это? Вот только попробуй на меня упасть Как-нибудь Всё, убил его Ух ты, ё-моё Ой Это было жёстко Душа огнёвчего великого дерева И транспозиционная печать Ух В общем, да Босс такой, знаете С фишечкой С фишечкой своей Дурацкой Непонятно, куда бить ему Ну и из-за этого, конечно Было сложно Мату в каких-то местах Так, кусочка возвращения И Щит клана льва Вау Так, давайте активируем костёр И сядем в него Посмотрите, как здорово Выглядит это место У меня другое интересно По идее, это тупик Что-то я как-то больше Ничего здесь не вижу О, а молиться у алтаря безумия Ну-ка давай Дать костяные оковы Ладно Это мне, знаете Очень напоминает Был такой босс В Бладборне Он был весь такой белый Находился в церкви И тоже После того, как его убьёшь За ним ничего не находилось Можно было только там Кому-то помолиться Так, давайте посмотрим Что мы нашли Так Это мы оставляем Это мы использовать Конечно же не будем Вот Сделать возможной Транспозицию душ А это кому нужно дать? Старая транспозиционная Печь из Курляндии Отделённая шкурой Кристальной ящерки Отдайте Лудлету Курляндскому Чтобы произвести Производить Транспозицию душ Эта печь Эта печь может Транспонировать Даже Осквернённые души Для создания Особых предметов Сконцентрированной Сущностью этих душ То есть Кто не способен Пользоваться этой печью Называют её Запретной Так, давайте ещё посмотрим Про Нашу душу Тоже Душа проклятого Великого Древа Одна из Осквернённых душ Пропитанных силой Используйте её Чтобы получить Множество душ Или Проведите Транспозицию Чтобы раскрыть Её истинную силу В поселении Нежисти Всегда Просачивались Всевозможные Проклятия Худшие Из них Были Запечатаны Внутри Дерево духов В конце концов Они нанесли Мутежавуру Так, а вот Давайте про это Прочитаем Душа Ворда Из холодной Долины Одна из Ворд служил рыцарем На внешних границах И всегда держался Недалеко От стремительной Танцовщицы Танцовщицы Как будто там Чё-то подожди Я чё-то не до конца Прочитал Из-за этого Сам себя запутал Танцовщицы Ладно, я пока Не до конца Это понял Так, ну давайте Знаете чё А я не знаю чё Я бы спустился Отправился Подножье утёса Наверное Да Да, давайте Отправимся Подножье утёса И ещё раз Пройдёмся В ту сторону Где был босс То есть Может там Я понимаю Что там Как бы Резко обрыв Где у нас Есть костёр Может по бокам Что-то будет Не знаю Сейчас посмотрим Когда возвели Высокую стену Моя, ну всё Как начинают Чуть читать Он резко Пролистывает Сделали Так же Как в Бладборне Раньше Вообще Помню Что вот Например В Бладборне Во время Подожди Я чё-то не понял Я отвлёкся На то Что Мне показалось Что тут Были Опа А куда А куда это Они пошли Что за Таких Тут раньше Не было Блин Блин С кем Мне чё-то Интересно Стало Так Давайте Наверх На крышу Там Кто-то Ходит Прям Топает Очень сильно И кого-то Чуть ли не Убивает Кстати Да Одно Из колец Я Сейчас Хочу Рассказать Где Я нашёл Когда Фармился Вон Видите Вон тот Вот мост Который Обрывается Он там Находился То есть Как-то Мы гуляли Я просто Не заметил А другой Где Я Как я Говорил Сбери Так Вон Они куда-то Идут Кто-то Здесь Топает Такой Кто-то Здесь Топает Так А Там А куда Мы те Собрались Это Дамочка Блин Мне аж Интересно Стало Давайте Сходим Мы как раз Сюда Хотели Сходить И главное Не туда Тоже Пошли Так Блин Там Там Может За туманом Так Все Скрывается Господи Да Что Там Находится Так Что-то Она Решила Обратно Пойти Мне Это Уже Не Нравится Сначала Было Все Круто Как Они Шли Туда Вообще Здесь Как-то Очень Странно Иногда С мобами Происходит То есть Они Живут Реально Свою Жизнь Вот Это Мне Очень Нравится Я Как мы Часто Гуляли Я видел То на Лестнице Кто-то Есть То Его Нет То Это Вот Сейчас Женщина Ходит То Там Ходит Вообще Другой Какой-то Моб То Их Там Вообще Нет Как бы Это Круто Это Очень Круто Так Ну как Мне там Не пройти Теперь Почему-то Кого-то Туда Нужно Идти Они Смотрите Так Прям Как На Позицию Заняли Сейчас Потихоньку Всех Убью Буду Привлекать Их Один Ну так Вот Я и Поступаю Иди Сюда Отлично Так Что же У нас Тут Есть В итоге В итоге Тут Просто Пропасть Вниз Да Уж Но Как же Это Все Очень Круто Боже Блин Ну я Не ожидал Когда Так Провалюсь Вниз Да Уж Игра Умеет Удивлять Еще Как Так Давайте Посмотрим У нас Есть Что-то Что Можно Было Продать Поскольку У меня Ну как бы Повторяющих Приметов Нет Нет У меня 10 тысяч Душ Я бы мог На левел Прокачать Так Здесь Мы Уже Были Интересно Лучник Все Еще Там Да Он Есть Ох Ты Что Он Творит Ну-ка Давайте Посмотрим Как Он Убьет Я Не могу Понять Он Их Убивает При Этим Или Или Что Он Творит Вообще Но Однако Он Что-то Творит Так Ну давайте Даже Так Подумаем В какую Сторон Нам Нужно Кстати К той Башне Идти Откуда Он Стреляет Откуда Он Там Стреляет То есть Мы же Там Встретили Очень Одного Знакомого Человека Ладно Давайте Тогда Сделаем Следую Дойдем До Нашей Базы Скачнем Лыв Эй блин Нифига себе Крутой Паренек Что еще могу сказать Что он здесь Вытворяет Чуть не упал Кстати Вот Смотри Они же Отсюда Тогда Были Мертвые Когда Здесь Проходил Вообще Медитирую Че там Все У меня Как раз Хват Я думаю Так Ну давайте В общем Качнем Лев Храм Огня Так Ну что ж Друзья Я прокачал Лев Но Тут у нас Видите Очень много Странников Которые Скажем Взяли Себе Давайте С ними Поговорим Очень интересно Ну здравствуй Ты снова Здесь Целость И невредимость Ну что ж Теперь Моя очередь Какая бы Побрякушка Тебе бы не Понадобилась Просто скажи Главное Не спрашивай Откуда это у меня Блин А че у него Можно что-то купить Ну ё-моё А я деньги Потратил Ну ладно Че у него есть Булава Копьё Полуторный меч У него есть доспех Обычный шлем Доспех обычного рыцаря Блин Который Был На втором Дарксусе Я помню На колец у него нет Ну если что На сет Да На сет Нужно нафармить Так Ему можно было дать Еще зачем-то Квость Сам не понимаю Зачем Если у нас Никого нету Посмотрите на мою Блин Озэ Блин Она настолько Огромная Что Мне аж Неловко Становится Так Ну ты где Хочу выразить Свою благодарность За верие Оказыванное Ничтожному пираменту И возможность Взглянуть на это Величественное пламя Как и обещал Я поделюсь с тобой Знаниями о пираманте Пираманте Но сначала Тебе понадобится Собственное пламя Ого Смотри Мне башки Офигенно Отлично Давайте В общем Смотрите Нужно нам сейчас Будет прокачивать Интеллект Ученость Потому что Пираманте Я владеть могу А мне Многого не надо Для этого У него нет колец Отлично Хорошо Так У него Корона Пираманта Ну Сет Пираманта Но я бы тоже Купил Могу укрепить Пламя Пираманта Сейчас на плюс один На него прокачивать Хорошо Возвращ Да Я буду тебе возвращаться Вот Еще женщина Чемпион Пепла С возвращением Я не смогла Стоять Хранительницей огня Но для меня Огромная честь Прослуживать тебе У костра Боги милостливы Как никогда Я бесконечно благодарна И тебе Теперь я в твоих руках Твое желание Для меня приказ Ну Это тоже Как бы О Кольцо Света Добавляют Ячейки Заклинания Ну Нет Такое кольцо Я куплю Конечно Для коллекции Но Мне пока Не нужен Больше сильно Никто не владеет Никакими кольцами Жалко Ладно Зря наверное Левел качнул Могу Лучше не качать Ну ладно Это в принципе Не так уж Что сильно И Обидно Давайте сейчас Сделаем следующее В общем друзья Как вы мне писали В комментариях Так я сейчас Это и выполню Я отправлюсь Вот сюда Башня на стене Мы будем стрелять У дракона Субтитры 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 сделал DimaTorzok Мы убить-то его не убили Как видно, он улетел Но мы от него смогли избавиться Мне дали большой осколок титанита Это очень круто Я уже боялся, что у меня еще стрелы не хватит Как видно, дамажил я ему очень мало Давайте посмотрим, что здесь валяется Мы эти вещи вообще не могли подобрать Клеймор Слушай Большая заброшенная душа Так, это все? Вообще, из интересного это вроде как действительно все Ну вот Мы его убили Можно радоваться собой Что еще можно делать? Ай, не перепрыгну, блин Так, ну что ж, друзья Теперь, я думаю Можно возвращаться обратно в Хром Огня Как видите, мы Над драконом смогли Как-то избавиться Он куда-то улетел Вообще не знаю, куда он мог улететь Встретится ли он нам еще раз после этого Я тоже без понятия Но, как бы то ни было, друзья Над этим это все Увидимся в следующей серии Сам был канал Блэк Хоррор Всем спасибо за просмотр и всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok